Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Беннет. Сегодня я продолжаю обсуждение текста эссе, который демонстрируется в методических материалах ФИПИ за 2021 год. Тема эссе перед вами, и мы сегодня будем говорить о мнениях и аргументах в этом сочинении. Перед вами документ, из которого взята эта работа, и вы его можете скачать, во-первых, в моей группе ВКонтакте в разделе «Файлы», и вы можете скачать также этот документ на сайте ФИПИ. ФИПИ. Написано в поддержку этого мнения. Я специально вынесла абсолютно без изменений, здесь есть ошибки, я никаких ошибок по грамматике и по лексике здесь не исправляла. Мы говорим прежде всего о логике написания этой работы, о том, соответствует ли она той теме эссе, которую составили составители ФИПИ, или не соответствует. Поэтому обсуждения грамматики и лексики этой работы в моем видео не будет. Но я, как всегда, даю свои комментарии, что бы я сделала, что бы я сказала, если бы мне принесли такое сочинение. Но первое, что я, в принципе, должна сказать, что тема сочинения крайне сложная. И все сочинения, которые даны на методических материалах ФИПИ, на эту тему, там их, по-моему, еще два или три. И все, которые я видела, экзаменационные варианты, они написаны совершенно на другую тему. И это связано не с тем, что школьники там, например, не знают, как писать. Это связано с тем, что сама тема, ну, не знаю, какое слово использовать, неграмотно или слишком навороченно, или с каким-то непониманием составлена. Но, во всяком случае, незнание этой фразы, the key to, которую я уже подробно обсудила на своем видеоканале, и непонимание слова success, в общем-то, ведет к написанию эсы, которые не соответствуют данной теме. Потому что у нас есть три ключевых фразы в этой теме эсы. Первое – это ранний выбор профессии. Второе – это главный и единственный путь. К чему? К успеху. Что такое успех? Это престижная работа, высокое положение, деньги. И в пределах вот этих вот трех ключевых понятий должна описаться данная работа. Вот здесь у нас сразу же идет переход на то, что это не лучший выбор профессии. В этой, еще раз, в этой теме нас не спрашивают, лучше это или не лучше, или это худший, или это еще какой-то выбор профессии. Речь идет о другом. Речь идет о том, что выбрали рано профессию, значит, стали успешными. Не сделали этого, значит, нет. Я тут еще должна дополнить, что я очень подробно эту тему разбираю в своем видеокурсе. Этот видеокурс называется «10 типов эссе». На него можно подписаться в любое время. В видеоуроках я подробно очень разбираю отдельные группы эссе, как с ними работать, какой должен быть подход в работе с каждой отдельной группой, какую систему использовать, как для каждой отдельной группы подбирать аргументы. И вообще есть практические советы и практические занятия, как эту систему использовать при написании того или иного сочинения. Кроме 10 типов основных эссе я также обсуждаю в этом курсе. И такие дополнительные смешанные группы эссе, которых набирается тоже достаточно много. Ну и, конечно, тексты сочинений и темы эссе я обсуждаю очень подробно, вот в том числе ту, которую сегодня и сейчас мы с вами обсуждаем. Если вас интересует мой курс, то нужно перейти на мой сайт www.benetenglish.ru и на страничке «Курс 10 типов эссе». Вы сможете очень быстро оформить подписку. Возвращаемся к главному абзацу этого сочинения. Как видите, здесь мнение автора не об успехе, не о том, как достичь успеха, о том, насколько хорош будет выбор профессии, если вы сделаете этот выбор рано. Ну что ж, с большим скрипом эту точку зрения можно воспринимать как противоположную точку зрения. Но если вы помните, что в первом абзаце не было ни перефразирования, ни противоположной точки зрения не было предложено, но в любом случае это плохая противоположная точка зрения. И не просто плохая, а очень-очень-очень плохая, потому что здесь, по сути дела, происходит уход от темы эссе. То, что касается первого аргумента, он очень даже убедительный. Но убедительный с точки зрения поддержки этого мнения автора. Второй аргумент был принят, но он не очень убедительный, и об этом говорит эксперт. Ну, в записках эксперта написано, что второй аргумент кажется продолжением первого, но тем не менее это сомнение отбрасывается, и оценка ставится в пользу автора сочинения. За этот абзац поставлен плюс. Здесь перед вами рассуждения эксперта. Но если плохо видно на экране, то нужно... То я очень рекомендую посмотреть все эти рассуждения в самом документе. Вот вы видите, что здесь в последнем предложении написано, что будет выставлен плюс, так как сомнения трактуются в пользу экзаменуемого. А вот то, что касается третьего и четвертого абзац, отдельно я их подробно обсуждать не буду. Здесь продолжение рассуждений на тему о том, хороша ли будет профессия, понравится ли она, если будет сделан ранний выбор этой профессии. И, в общем-то, так сказать, более-менее логично все эти рассуждения идут. Но, как правильно отмечено, естественно, у эксперта, в третьем абзаце нет мнения оппонента. Что-то вроде мнения написано, но в основном это похоже на аргументацию. Дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что данная тема эссе по поводу раннего выбора профессии является достаточно сложной. без специальной подготовки, без специальной разбора и запоминания вот той лексики, которая содержится в этой теме эссе, без хорошей работы с большим количеством сочинений, после которой становится понятен вот этот ход мыслей, который нужен для написания эссе, та логика, которая используется в написании эссе. Ну, такую работу, конечно, написать очень сложно. Но здесь, помимо всего прочего, такое ощущение, что подготовка была минимальной. Потому что нет даже таких аспектов, которые, в общем-то, с первого урока можно выучить. Ну и заключение тоже здесь достаточно запутанное. Есть ошибки. Ну вот, к сожалению, за сочинение, за РКЗ, школьник получает 0 баллов и дальше сочинение уже не проверялось. Продолжение следует...